Грамотный, контактный, умеющий вызвать доверие. Людей только с такими личными качествами принимали на должность переписчика. Удостоверение представителей службы статистики получили более 8 тысяч крымчан. Приходить домой они будут каждому жителю полуострова. Зададут 33 вопроса. Интересует их национальность, родной язык, образование и многие другие положения. Узнать переписчика будет легко. С ним будет специальный портфель, шарф, кепка, браслет и значок. В позднее вечернее время для обеспечения собственной безопасности он придет с участковым. Около 400 миллионов рублей правительство Российской Федерации выделило на перепись жителей Крыма и Севастополя. Мы как профессионалы, как статистики очень ждали этого события, потому что предыдущая перепись населения проводилась в 2001 году. С того момента прошло уже 13 лет. В прошлый раз переписчики насчитали более 2 миллионов человек. Эти данные и итоги последующих микропереписей показали, что в Крыму сокращается численность населения. Возможно, новые результаты опровергнут такую динамику. Но важно, чтобы от участия во всекрымском мероприятии никто не отказывался. По результатам анкетирования правительство распределяет бюджетные деньги, разрабатывает социальные программы. Раньше мы всегда говорили, да, перепись нужна, потому что это нужно государству для планирования. В данном случае, я думаю, мы должны говорить, что перепись нужна гражданину, для того, чтобы он мог защитить свои социальные права. Перепись населения будет проходить с 14 по 25 октября. Если переписчик не застанет никого дома, оставит в двери листовку. Там будет написано следующее. Адрес и телефон участка будет указан. К концу ноября крымчане узнают первые итоги переписи. Более расширенную информацию получат уже в следующем году, в конце апреля. Татьяна Хынкота, Виталий Голубев, Служба новостей и ТВ.